Ирия И хотели разобраться, какие бывают асимптотики решений у этого уравнения Выяснилось, что решение, естественно, искать в виде контурных интегралов Вот такого вида с помощью метода Лапласа И задача о выборе контуров решается просто анализом убывания вещественной части экспоненты Вещественная часть экспоненты убывает вот в таких секторах Каждый из них по π на 3 И, соответственно, если мы пустим лучи Аргумент t равняется плюс-минус 2π на 3 То у нас получатся вот подходящие контуры Один вот такой, например, другой вот такой Ну а третий, например, вот такой Значит, функцию, отвечающую вот этому пути, мы обозначили W1 Вот этому W2 А вот этому W3 Ну, тогда W3 Это W2 Минус W1 И вот вопрос, это вопрос об асимптотике этих функций Сделав замену переменной, мы сначала убедились, что Функции можно представить в виде Вот таком вот Минус вот сюда Соответственно Контура мы перенумеруем И для функций W1 и W2 На луче ноль бесконечности Части контура, которые совпадают с лучом ноль бесконечность Просто применим непосредственно метод Лапласа Критическая точка здесь единица Это единственный максимум А интегралы, отвечающие вот этим частям контура Экспоненциально малы по сравнению вот с этим Потому что их можно грубо оценить С помощью конца в нуле Ну, мы получили, что это есть И на Z минус 1 четвертая E в степени минус 2 трети Z в степени 3 вторых И поправочный член здесь У большой от единицы на Z в 3 вторых Значит, это для W1 и W2 Почему маленький был? А? Почему маленький интеграл был? Ну, он маленький А потому что в нем Ну, давайте напомню Потому что Ну, давайте запишем Запишем этот интеграл Z в степени 3 вторых Я как-нибудь обозначу за K Большое Ну, и на этих контурах Я просто Параметризую Параметризую Значит, T Это R E в степени Ну, например, для плюса сделаю 2Pi на 3 Тогда здесь будет стоять K R Минус R куб на 3 Плюс R Это я уже по модулю рассматриваю Интегралы по Вот этим вот кусочкам Не превосходит Просто вот такого, да? Так, только здесь-то плюс Почему здесь минус? Значение при t равном единице Здесь должно стоять, да? При t равном единице здесь Плюс Вот Ну, а этот интеграл, ну, он просто Значит, он просто ограничен Да, только Да, и здесь неправильно написал Значит, здесь будет Что здесь должно стоять? Значит, я хочу здесь написать Вещественную часть Вот тут Значит, здесь должен стоять R на косинус 2Pi Не важно Ну, что-то Ну, что-то Что-то отрицательное Вот То есть, здесь просто минус 1, 2, да? Да, буквально так Ну, и это уж всякое большое Это единица, правда? Потому что, ну, 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 просто потому что это монотонно Монотонно убывает пока Поэтому Поэтому А это, а, 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 а это, ну, экспоненциально растет Поэтому А почему то рассудение не прокатывает с этим лучом? Нет Нет, рассуждение Нет, рассуждение Ну, потому что здесь Ну, потому что здесь Ну, потому что здесь знак Минус Вот И Вопрос, на котором мы остановились Это Вопрос об асимптотике функции W3 Функции W1 и W2 Оказались Имеющими Одинаковый Старший член Асимптотики И Вообще В этот момент Не очевидно, что они Разные Вот Поэтому Про функцию W3 Не очевидно даже, что она Не ноль Не говоря уже про ее асимптотику И здесь Ну, вот уже, собственно, и понадобится Метод перевала во всей своей силе Значит, давайте посмотрим на Опять на функцию s от m Значит, критические точки Это плюс-минус 1 И И сейчас меня интересует Интеграл по Вот такому Контуру Отдельно рисуем Как Себя ведет Ну, давайте посмотрим на функцию s От t в окрестности Т в окрестности Точки Минус 1 Ну, потому что На что нужно надеяться? Нужно надеяться, что Контур Удастся превратить Вот в какой-то вот такой И И И Тогда Асимптотика Будет определяться Вот Вот Этой точкой В рамках той идеологии В которой мы работаем Ну, для того, чтобы понять, что это возможно Что мы должны сделать? Мы должны Рассмотреть Функцию s От t И Рассмотреть Как, собственно, устроены Кривые Мнимая часть s От t равна нулю Потому что Ну, в них и Желательно продеформировать Контур Значит, s Т В окрестности Минус Единицы Это Что такое? Это Минус Две Третьих А Минус Два На t Плюс Один В квадрате Да Плюс Поправка То есть Ну, я локально картинку хочу нарисовать Интеграл Экспонента Будет Ну, это будет Что такое? Это будет Е в степени минус две трети З в степени три вторых Этому Это просто вынесется за интеграл Ну, и здесь останется Значит, большой параметр 2 t плюс 1 В квадрате Ну, что тогда у нас здесь Здесь Значит, минус t плюс 1 в квадрате Значит, здесь и здесь вещественная часть у меня Отрицательная Отрицательная А здесь и здесь положительная а только здесь плюс, да, вторая производная в точке минус 1, плюс 2, я забыл учесть, что точка минус 1, поэтому картинка вот такая, локально, ну, и если нам удастся превратить контур вот в такой, то ура, мы победили. Вещественная часть показателя экспонента. Ну, вот этой, да. Все, вот это вынеслось за интеграл, это будет общий множитель, на который вся асимптотика, на который умножится вся асимптотика. А реально мы сейчас должны разобраться с асимптотикой интеграла, вот. Вот такого. То, что с кубом мы тут пока не учитываем. Кого? То, что с кубом мы пока не учитываем. Не-не, ну, не-не, вот я записал. Не-не, это я просто, так сказать, плюс там, плюс поправки. Нет, это пока мы, так сказать, решаем, что нам делать. Ну, значит, локально картинка вот такая. И теперь, значит, вот эти кривые, они как-то там дальше, как-то идут. Ну, не знаем мы, как они на самом деле идут. Потому что, значит, что мы знаем про кривые, которые разделяют области роста и убывания. То есть кривые, ну, вот эти вот, на которых вещественная часть равна нулю. Мы про них знаем, ну, когда критическая точка одна, мы знаем, что они должны просто уйти как-то на бесконечность от нее. Ну, сейчас критических точек две, поэтому они прекрасно могут там как-то вот так вот, ну, как-то, ну, я не как, ну, ну, вот, вот, непонятно, как они себя ведут. Нет, вот так, как я нарисовал, пожалуй, не могут, потому что, потому что это бы, потому что это бы давало замкнуто, ну, потому что, по причине, которую я объяснял, потому что, по принципу, максимум тогда бы функция была тождественной ноль в этом, в этой области. Но могут как-то, но здесь может быть все, что угодно. То есть они могут там как-то вот так пойти, вот так, вот так. То есть из каждой должны выходить вот четыре таких хвоста, но, потому что, ну, и тот, и другой нули простые. И плюс один, и минус один нули простые. Но как они себя ведут на бесконечности, это совершенно непонятно априори. Это мы сейчас будем разбираться. Ну, например, как может не повезти? Нам повезет, но как может не повезти? Давайте вот я отдельно нарисую картинку. Значит, наш исходный контур, вот он. И предположим, что так получилось. Значит, вот здесь они вот так вот устроены. Значит, здесь плюс-плюс, здесь минус-минус. Что они как-то пошли вот так вот. Ну, вот как-то вот так. И живем мы в области, где все, и живем мы в области, где все, где все возрастает. Ну, так тогда нам ничего, да-да-да, там ничего, тогда бы нам ничего не удалось сделать. Но мы бы не смогли таким способом получить асимптотику, скажем так. Так, но давайте посмотрим, как они на самом деле идут в нашей ситуации. То есть, что же, меня интересуют кривые. То есть, я хочу вот, я хочу посмотреть, как устроены вот эти вот, ну, вот эти вот, ну, вот эти кривые, к которым я хочу продеформироваться. Мнимая часть равна нулю. Да, мнимая часть равна нулю. А? Ну, вещественная часть, это то, что меня разделяет, да. И если я смогу увидеть, ну, на что я рассчитываю, что, если я смогу увидеть, что вот эта кривая как-то близко подходит к этой, то я смогу просто перелезть на нее в области, где вещественная часть меньше нуля. Ну, потому что вот эти кривые, они находятся где-то внутри вот этих вот областей. Поэтому я вместо того, чтобы анализировать, как именно проходят сами области, могу посмотреть, как проходят сами кривые. Потому что внутри областей я всегда могу перелезть. Сейчас, я еще раз. Мы нарисовали знаки вещественной части, правда? Да. Хорошо. Мы нарисовали знаки вещественной части, и в итоге мы хотим продеформироваться к кривой. Мнимая часть равна нулю. Чтобы применить метод Лапласа. Теперь, как я могу действовать? Я могу посмотреть, как идет эта кривая. В смысле метод Лапласа? Буквально. Нет, нет. Метод Лапласа – это тот, который был самый первый. Метод Лапласа мы обсуждали два. Мы обсуждали метод Лапласа как метод построения решений уравнений с линейными коэффициентами в виде интегралов, в виде контурных интегралов. Это было в прошлый раз. И метод Лапласа как метод вычисления асимптотик вот таких вот интегралов с вещественной функцией s. Самый первый асимптотический метод. Так вот, сведя все к интегралу по вот такой кривой, мы сможем применять метод Лапласа, потому что у нас будет вещественная функция. И можно поступать двояко, можно следить за тем, на какие области плоскость делит кривыми вещественная часть. Ну вот не s, конечно, а s, вычтенная s от минус 1 тогда. Для мнимой части это не важно, потому что у s мнимая часть минус 1 0. А вообще-то нам нужно сравниваться вот с этим уровнем. Значит, мы должны бы были посмотреть на вещественную часть вот этой штуки, посмотреть на то, как ведут себя, как устроены области, и посмотреть, попадают ли вот эти хвосты в них. Это, как бы, так сказать, универсальный метод. Но иногда можно, иногда и вот сейчас можно поступить проще. Иногда можно просто убедиться, что кривая, мнимая часть, что кривая, к которой мы деформируемся, ну, мы в итоге хотим заменить на интеграл вот по вот этой. Она проходит, она просто приближается к нашим, и поэтому я могу заменить интеграл на такой. Вот он здесь наш. То есть просто получу, потом пересел на вот эту кривую, поехал по вот этой кривой, и потом обратно получу. И здесь это будут экспоненциально маленькие члены, потому что они в области, где s меньше нуля. Вещественная часть s меньше нуля. Поэтому они просто интегрированием по частям оценятся, как e в степени минус, как e в степени минус эпсилон, эпсилон, ну, параметр у меня сейчас k большое. А здесь это будет что-то вроде единицы на корень из k, если вспомнить формулу, которая вот для метода Лапласа. Поэтому нам хватит и вот такого рассмотрения. Ну, в этом конкретном примере можно и за теми, и за другими кривыми проследить. Это неважно. А вот в задании, которое, собственно, листочек, который я выдам, там ситуация будет деликатнее, там надо будет думать, что там одна из этих вещей будет существенно легче другой. Хорошо, ну, давайте посмотрим, как себя ведут кривые мнимая часть s равна нулю. Ну, давайте напишем, давайте так представим. И повторю, поскольку здесь s от t и s минус 1 вещественны, то это то же самое, что мнимая часть s от t минус s от минус 1. Давайте я вот так вот вынесу и скажу, что давайте, что аргумент вот этого дела, да, пускай t, это, значит, ρ, e в степени и φ. ρ и φ вроде не заняты. И тогда при большом ρ, ну, что такое аргумент вот этого дела? Это аргумент минус t куб на 3, то есть π плюс 3φ, да, ну и плюс у маленькой это единица, правда? Аргумент произведения суммы аргументов, поэтому это примерно вот так. И поэтому, значит, мнимая часть s равна нулю, это означает, что аргумент, ну, равен плюс-минус π пополам. Значит, получается, что φ это, что есть такое? Это есть примерно, ну, соответственно, либо π пополам, либо 3π пополам. Мнимая часть s 0, это значит, что аргумент у нее π пополам, либо минус π пополам. Ну, мнимая часть комплексного числа. А, сейчас, наоборот, 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 пи, спасибо, да. Значит, плюс-минус π и минус π, это одно и то же, это 0 или π. 0 или π, да, да, наоборот, все, 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 значит. Значит, и, соответственно, φ это либо, ну, оно либо почти 0, либо это минус π. Натри, либо это, не, не, ну, нам, конечно, важно, потому что здесь есть, нет, ну, все, сейчас, φ минус... Значит, сейчас, меня вот такие будут интересовать, нет, ну, меня сейчас будут интересовать 0 и 2π. А? А потому что я хочу, π меня не будет интересовать, потому что это, ну, потому что это вот луч где-то вот здесь, который, ну, к нему мне, к нему мне не нужно деформироваться. Меня будет интересовать луч, который... Нет, 2π, это... Нет, 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 не 2, а π. Сейчас, сейчас поймем. Значит, меня будет интересовать луч, который минус π, во-первых. Сейчас, сейчас поясню. Это одна возможность. Тогда здесь будет плюс 2π на 3. Нет. Сейчас еще раз, знаете. Почему плюс? Ну, потому что вот... А, минус 2, да, здесь будет минус 2π на 3. И еще будет интересовать луч, который... Да почему, да нет, ну, почему, почему? Потому что, потому что аргумент минус 3π на 3 плюс t при большом, при большом по модулю t, это то же самое, что аргумент минус 3π на 3. Хорошо. Сейчас, еще раз, нас интересует мимая часть не... Вот не s от t минус 1, а именно s от t минус 1, а именно s от t... Ну, это одно и то же. Да, действительно. Я этим воспользовался, поэтому это без разницы. Нет, ну, так я могу здесь вычесть 2 трети, было бы еще одно, так сказать, маленькое слагаемое после вынесения t в кубе. Это просто, это там, о малой от единицы только бы поменяло. Вот, и поэтому я сейчас просто смотрю, какие меня интересуют здесь. Значит, меня интересует минус π, и еще меня интересует... Значит, плюс π меня не интересует, 2π меня не интересует... 3π меня интересует, вот меня кто интересует, 3π. Можно сказать, ну, еще раз, почему какие-то нас интересуют, а какие-то не интересуют? Ну, потому что, ну, потому что всего лучей будет 6, да, всего лучей будет, ну, столько же, сколько их у просто, сколько просто у минус t куб. Значит, плюс-минус 2π на 3, вещественная ось и плюс-минус π на 3. Значит, и мне нужно, и, значит, я собираюсь понять, к чему у меня вот кривулька, значит, кривулька, которая выходила вот здесь, должна прижаться к одному вот из этих вот, там, 1, 2, 3, 4, 5, 6 лучей, да. Ну, вот, вот в силу вот этого, других возможностей здесь просто нету, да, вот это уже, вот это я уже все, так сказать, тут переберу, π, то у меня никаких других... Да, и я утверждаю, что он будет прижиматься к, что он будет прижиматься вот к этим двум. Почему? Ну, к этим двум он не может прижиматься, потому что к этим двум, собственно, ну, будет не то, что прижиматься, а прямо с ними совпадать непосредственно вот этот луч, непосредственно тот, та кривая мнимая часть s равна нулю, которая вот здесь проходит горизонтально, ну, она просто и останется. Здесь нам так повезло, что здесь будет просто вот так. Ну, она просто сама, она просто сама уже прямо и есть свое асимптотическое, свое асимптотическое направление. Вот у этой горизонтальной, ну, мнимая часть s вот здесь равна нулю, потому что s все-таки, ну, вещественная функция. Вот, поэтому вот эти, поэтому вот эти две не годятся. Почему не годятся вот эти две? Вот эти два направления, почему не годятся? Почему к ним? Почему не, значит, нужно объяснять только почему оно бы не могло прижаться вот к ним? Вот сюда и вот сюда. Ну, например, потому что... Вы сейчас таки объясняете, почему там 0, минус b и 3 пиды? Я сейчас объясняю только, что там минус 2 пи на 3 и плюс 2 пи на 3, и ничего больше. Значит, возможности априори, вот есть вот, значит, вот есть 6 возможностей априори. Две из них выбраны тем, что вот уже есть кривая, уже есть кривая, ну, прямая, реально, которая их реализует. И теперь я утверждаю, что кривая, которая вот так проходит, вторая, которая вертикально проходит в точке минус 1, обязательно прижимается к вот этим, но имеет своими асимптотами вот эти две. Кривая это то, что задано вот этим уравнением. Ну, их две, ну, потому что это невырожденная, потому что это невырожденный 0 производный, поэтому, значит, вот одна и вот вторая. Вторая просто совпадает с своими асимптотами. И осталось понять, почему асимптоты вот этой не могут пойти вот сюда. Сюда это 4,6? Да. Да. Вот я вижу, там написано, что аргументы бывают от единицы, и от 15, и от единицы, и 2 пи на 3 плюс. Да, ну, еще три возможности, которые я не переписал, которые пи на 3, минус пи на 3, и пи плюс у малой от единицы. В смысле, это остальные три аргумента, которые мы уже отмели? Не-не-не, отмели мы вот этот и вот этот. Отмели мы движение вот сюда, это у малой от единицы, и движение вот сюда, это пи плюс у малой от единицы. Но это только что аргументация, которую вы принесли. Да. Значит, вот эти отмели. Значит, еще остались, но я должен полный список привести тогда, плюс-минус пи на 3 плюс у малой от единицы. Вот эти вот 6, это полный список. И я должен объяснить, почему они не могут поехать как-нибудь вот так. Какая фраза, что значит? Ну ладно, про поехать вот так, это как раз самая понятная часть этого учеба. Нет, что-то непонятно. Ну вы же строили, наверное, графики на первом курсе, там же это много всего очень. Ладно, 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 все нормально. Нет, но построение графиков всегда обсуждают в динамических терминах. Все нормально, ладно. Да, ну нет, я просто не очень понимаю, что вызывать недоумение здесь. Я не сказал. Вот. Значит, почему не может быть вот так, ну или даже вот так. Здесь серьезно, я бы расправлялся и в том, что, нет, я понимаю, что презентрированный фраза, что кривая идет вот так. Но я не понимаю, что мы хотим достичь. Какая-то мы хотим, чтобы кривая шла. Мы хотим, чтобы она шла вот так. Хотим, чтобы шла вот так. Мы верим, что на самом деле она прижимается к 3 и 1. Ну ладно, а так лучше. Да. А, ну, например, вот почему. Почему? Потому что они не могут, потому что на мнимой оси S чисто мнимая, и поэтому они не могут ее пересечь, кроме как в нуле. А в нуле они ее не могут пересечь, потому что, ну, понятный, да, аргумент? Так, чего вы говорите, что он может пересекать мнимую ось? Да. Потому что на мнимой оси функция S от T чисто мнимая. Функция S от T чисто мнимая на мнимой оси. Ну, там, нечетные степени. Вот. Поэтому она могла бы ее пересекать только в точках мнимой оси, в которых она обращается в ноль. То есть только в точках, в которых и Тау плюс и Тау куб на 3 равно нулю. Это что означает? Это означает... Чем плохо, что она чисто мнимая? Чисто мнимая замечательна тем, что кривая мнимая часть S равно нулю не может ее пересечь. Кроме, кроме, разумеется, кроме априори, разумеется, ну, как сказать, кроме точек, здесь же сказал, чисто мнимая, чисто мнимая, это все-таки еще ноль может быть. Но тут нам страшно повезло. Значит, вот я пишу уравнение на ноль. Значит, 1 плюс Тау квадрат на 3, и решение только ноль. То есть они могли бы пойти только через точку ноль. Но через точку ноль они не могут пойти, потому что это создавало бы вот такую ситуацию. То есть региона, на границе которого мнимая часть S равна нулю. Этого не может быть, как мы выясняли, поэтому... А других нулей нет. Поэтому пересечь мнимую ось они не могут. И поэтому они обязаны приближаться вот к этим кривам. Вот. Ну ладно, это, пожалуй, уже слишком. Ну, так и тогда что же получается? Тогда получается, что это то же самое. И что я хочу сказать. Ну, давайте я напишу сюда экспоненту. 鳖. Ну, давайте я Gang. это общий множитель, вот здесь? Давайте получше запишем. Е в степени минус две трети, Z в степени три вторых, умножить на интеграл от минус эпсилу до эпсилу, переносить надо, интеграл от минус эпсилу до эпсилу, E в степени Z в степени три вторых, S от T минус S от минус одного и плюс, и минус один плюс И тау, Д тау, плюс О большое от E в степени минус эпсилу до эпсилу до эпсилу до эпсилу до эпсилу до эпсилу, и тау, это я прямо Это я прямо параметризовал вот здесь. Почему? Ну, это, кстати, кусочек обоснования. Значит, что я делаю? Я заменяю вот этот контур на вот такой. Ну, беру здесь любое большое число R, беру точку на вот этом луче по модулю R и рассматриваю вот такой контур. Так, 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 вот так и вот так. Значит, вот этот контур я уже здесь могу продвигать. А здесь я этот контур заменяю просто на вертикальный отрезок. Что я утверждаю? Здесь я везде могу грубо оценить интеграл, просто интегрируя по частям экспоненты с каким-то положительным эпсилом. Ну, вот везде, кроме окрестностей этой самой точки. Просто интегрирую по частям. Вот. А здесь я... Каково это выражение? Само вот это выражение. Поэтому у меня спускается там, ну, это даже не важно, что спускается какая-то степень Z перед интегралом. Важно, что получается E в степени значения в конце, а это какая-то вещь с отрицательной вещественной частью, умножить на интеграл от того же самого, но здесь какая-то там степень там, это уже не важно. Вот. Откуда вылез первым множителем перед скобкой-то? Вот этот? Нет, перед скобкой. А этот сможет... Это я вычел S в самой точке... Добавил и вычел S в самой точке минус 1. В самой точке минус 1 у нас полуна сейчас. Да, в самой точке минус 1 сейчас 0. Нет, вот сверху вообще самое. Для чего мы начали? Нет, вот это? Так, сейчас. Это то, что я сейчас выписываю, это... Ну да, нет, но здесь, конечно... Если я продолжаю, вот это неравенство, я должен сюда его дописать. Вот. Ну а этот интеграл, значит, по методу Лапласа, это... Это по первому методу Лапласа? Да. Значит, вторая производная, модуль 2, да. Значит, 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 E в степени минус 2 трети Z в степени 3 вторых плюс O большое от единицы на Z в степени, ну что там такое, 3 вторых, значит, здесь должна стоять, если бы, ну, значит, если бы это было Лямбда, то здесь бы стояла Лямбда в степени 1 плюс 1 вторая, значит, Лямбда в степени 3 вторых, значит, 9 четвертых, так получается. А первые сколько там? Кто записывает? Сейчас, секунду, вот это сейчас, значит, в самом методе Лапласа было бы единица на корень из Z, значит, и здесь было бы O большое от 1 на Z, значит, я сейчас не выношу, значит, я оставляю, да, здесь корень из 2 пина, а Z в степени 3 вторых 2 умножить, но я хотел умножить, написать, так сказать, должно стоять значение функции, которая перед экспонентой стоит в критической точке, но перед экспонентой ничего не стоит, это единица, значит, все, больше ничего не надо писать. Ну ладно, хорошо, вот подозыграл, он получается, ну, у нас получится, а чего там O минус? Ну и запил, поправку, поправку записал. О большое, вот, а, ну еще, да, еще, еще надо написать. Сейчас, еще вот в первом равенстве, там разные знаки, в первом равенстве, так задумано, да? В первом равенстве. Ну вот, смотрите, у вас слева экспоненты с плюсом, а тут экспоненты с пиксом. Нет, вот, это, но здесь минус, здесь плюс, да, да, здесь минус. Вот, ну и что же, теперь все подставляем обратно, значит, у нас там еще был корень из z снаружи, получается, что s от z, это есть, да, здесь, кстати, корень из pi, да, это никуда не должно деться, значит, корень из pi, значит, здесь корень из z на это дело умножается, значит, получается опять-таки z минус 1 четвертый, e в степени минус 2 трети, z в степени 3 вторых, ладно, не буду сейчас выписывать поправку, там тоже, кстати, надо было, там, кстати, тоже надо поправить поправку, она тоже будет 9 четвертых, вот, иначе это мы, иначе это W3 от z, вот, ну и что получилось, ну, во-первых, тем самым W1 и W2 линейно независимы, вот, а во-вторых, понятно, что никакими, так сказать, никакими разложениями, ну, так сказать, попытками, как бы, ну, построить асимптотику для функции W3, например, мы же для W1 и W2 умеем строить полное асимптотическое, асимптотическое разложение, правда, потому что они бы, потому что там вклад от точки 1 определил бы полностью асимптотику этих функций, и понятно, что мы бы не нашли асимптотику функции W3, потому что просто все члены этого асимптотического разложения совпадали, потому что здесь в асимптотике дальше бы стоял ряд по обратным степеням, Z в степени 3 вторых, но этот весь ряд умножается на растущую экспоненту, и поэтому в нем бы сократились, поскольку настоящая асимптотика W3 – это убывающая экспонента, в нем бы сократились все слагаемые, и изучая вот асимптотику самих W1 и W2, мы бы никогда не узнали асимптотику W3, потому что она содержательно другая. Значит, что будет в задании? В задании будет все то же самое, только анализ кривых будет сложней. Но еще останется задачей выбор контура. Давайте немножечко поговорим про это. Значит, выбор контура того, который получается при применении второго метода Лапласа, того, который не асимптотик, а построение решений для уравнения с линейными коэффициентами. Давайте я чуть-чуть об этом скажу. Но, тем не менее, вот нашли вторую асимптотику второй функции Ирии. Хорошо. Какая мы раньше сегодня делали? Мы подбирали какой-то контур тогда? В смысле, мы бы решали какое-то уравнение? Да, сначала мы подстановкой свели дело к уравнению первого, ну, так сказать, на неизвестную функцию, свели, получили уравнение на новую неизвестную функцию, ну, как бы, изображение, то, что называется. Функция преобразования Лапласа, к которой есть решение искомого уравнения. И, интегрируя по частям, получили на эту функцию уравнение первого порядка. Этот трюк, он проходит только с линейными коэффициентами, но он с ними проходит. Уравнение первого порядка решили. После этого нужно выбрать контуры. Контуры нужно... Ну, потому что контур, значит, там условие в чем состояло? Там условие состояло в том, что Е в степени ZT на некую сваренную, там, так сказать, вот из этой функции комбинацию, ну, так сказать, на вот... Ну, в нашем случае это было просто минус T куб на 3. Просто такая вот вещь на концах контура должна, так сказать, должна была... Ну, разность значений на концах контура должна была обращаться в ноль. Но поскольку это должно происходить при всех Z, чтобы это было решением исходного уравнения, то, так сказать, никаких концов контуров в конечных точках делать нельзя. Почему? Это мы сейчас немножко пообсуждаем, какие бывают ситуации. Но здесь ситуация такая. Потому что здесь получилась просто целая функция T. И поэтому, как бы, из двух возможностей потенциальных, да, как сократить, вот, ну, равномерно по Z такую вещь, либо чтобы концы контура оказались в бесконечности, либо чтобы контур был замкнутый. Замкнутый не годится, потому что функция целая, поэтому это ноль будет. Потому что, поэтому, если замкнутый взять, то просто тождественный ноль будет. Поэтому надо на бесконечность. А для того, чтобы вести на бесконечность, надо понимать, где эта экспонента убывает, чтобы интеграл сходился. Вот мы разобрались с тем, где она убывает, нарисовали контур. Вот. А после этого, рассмотрев этот контур, мы рассмотрели... А после этого мы... Ну, вот хорошо, есть решение. Ну, их понятно, что вот... Ну, вот прямо сразу видно, что несколько. Вот, ну, просто берем всевозможные комбинации этих трех хвостов, получаем три решения. И стали изучать их асимптотику. Ну, после масштабирования так, чтобы все свелось к интегралу вида большой параметр, экспонента, в показателе которой большой параметр умножить на функцию от t, у нас получилось, что у функции t две... Вот этой функции t две критические точки. Один и минус один. Сейчас все хорошо, только зачем мы стали следовать асимптотику? Нам не подходит вот любое из этих трех решений? Нам подходит любое из этих трех решений, но... И более того, они просто по построению линейнозависимы. Это решение уравнения второго порядка, в конце концов, они обязаны быть линейнозависимы. А, ну все, теперь мы понимаем, что тут асимптотику решения. Да, да, но, так сказать, у двух решений, у решений W1 и W2 оказалась одна и та же асимптотика, поэтому, во-первых, возникло подозрение, что мы вообще еще не все построили, ну, в том смысле, что задача построения решений решена, когда мы предъявили два линейно-независимых. Вот. А во-вторых, даже если они линейно... Ну, они в итоге окажутся линейно-независимы, но хочется понимать, как устроены... Ну, какими бывают асимптотики решений. Ну, вот их два, значит, есть две каких-то возможности. Вот. Ну вот одну возможность мы нашли сразу, просто применяя метод Лапласа непосредственно вот к этому интегралу и легко оценивая вот этот. Вот. А второе потребовало рассмотрение точки минус один, второй критической точки фазовой функции. Ну, вот нам удалось продеформировать контур так, чтобы он шел через нее, и тем самым мы смогли построить асимптотику и для решения W3, которая маленькая. И это такая довольно типичная для вот асимптотической теории обыкновенных дифферов ситуация, что есть решения, которые... что есть решения, которые экспоненциально растут, а есть решения, которые экспоненциально маленькое, и вот нахождение его асимптотики вот обычно и оказывается. Трудной задачей. Хорошо. По поводу метода Лапласа, пару замечаний. Продолжение следует... Давайте немножечко в общем виде проанализируем задачу. то есть речь идет про построение решений уравнения вот такого вида. и решение предлагается строить в виде интеграла экспоненты по какому-то контуру, который вот нужно выбрать. ну тогда подставляем в уравнение, ну что мы получим? ну мы, разумеется, считаем, что возможно интегрирование дифференцирования под знаком интеграла, что контур и пункция F большой от T таковы, что это все окажется возможным. А теперь делаем следующее, собираем члены Z и загоняем их и интегрируем по частям. Что такое-то у меня, значит, АТ квадрат плюс СТ плюс Е на, ну и плюс все, что осталось. Здесь F, значит, интегрируем по частям, получаем такую вещь, что АТ квадрат плюс СТ плюс СТ плюс F. Это Т плюс Е на функцию F, а здесь, соответственно, F большая, F большая, F большая, F большая. АТ квадрат плюс СТ плюс Е на функцию F большая, F большая, F большая, F большая, F большая, F большая, F большая. Вот что здесь F большая, F большая, F степени ZT. Ну, значит, на F маленькая, на F функцию F большая получилось такое уравнение. Значит, АТ квадрат плюс СТ плюс Е на F большая, F большая, F большая, F большая, F большая. Плюс, ну, вот здесь тоже такой квадратный трехчлен какой-то. Это уравнение первого порядка, которое, с рациональными коэффициентами, которые всегда решится. Ну, причем, что значит, что оно решится? Ну, что здесь будет, значит, ну, к чему оно сведется? Оно сведется к уравнению, значит, ну, f' на f – это отношение двух квадратных трёхчленов, да? Причем… Давайте я даже его запишу. Значит, f' 2at плюс c… Так, нет, это перебор. f' t квадрат плюс ct плюс e плюс f, ну, а тут что получилось? Значит, bt квадрат плюс 2a… плюс 2a плюс ct плюс… Да, 2a плюс d и плюс c плюс f, да? Хорошо. 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 Ну, и какие… Ну, какие, значит, получаем… Ну, какие бывают возможности? Ну, во-первых, я замечу, что… Ну, во-первых, тут какая-то константа, да? И это мне не очень интересно, потому что… Потому что… Ну, мне нужно найти… Ну, f' большое нужно искать только с точностью до константы. И у меня получится отношение… И у меня получится отношение… Многочина первой степени к… Ну, второй, вообще говоря, степени. Ну, я даже не буду выписывать, какие там коэффициенты, потому что это мне сейчас не очень важно поделить на… Ну, знаменатель, впрочем, напишу. Знаменатель – это… Аt квадрат плюс ct плюс e, да? Да. Ну, и что у меня получается? Значит, ну, это я выброшу, как я объяснил, что это не очень важно, а… Нет, что-то странное, нас… В каком плане интересует… Сейчас подумаю, в каком плане… Нет, ну, давайте хорошо сохраню… Какая-то тут константа плюс… Сейчас, нет, это не очень хорошо, ну… Ну, вот я сейчас вот об этом и думаю, да… f… что их… Нет, ну, вот это, во всяком случае, то, что… Вот, вот сейчас написано то, что есть… Нет, мы не… нет, мы все случаи будем… У нас все случаи здесь будут интересовать… А… Нас будут интересовать абсолютно все случаи… Ну, во-первых, да, пожалуй, тут… Ну, ладно, я потом скажу, как от c избавиться… Давайте я сначала рассмотрю c, равное нулю, а потом скажу, да… Вот, вот, пускай c равно нулю… Я потом объясню, как от него избавиться… Это можно будет… Это можно просто сделать, ну, на уровне исходного уравнения… Ну, просто можно саму функцию… Можно в самом уравнении функцию w… Ну, так сказать, сделать замену там… В – это е в степени там… А, z на… У… И с помощью этой замены… Можно что сделать… Можно b убить… Можно бить b маленькое… А убив b маленькое… Убив b маленькое, я получу действительно… Вот здесь линейный полинон… Да, буквально так… Я могу заменить… Я могу искать сначала функцию w в виде… Е в степени a, z с какой-то константой a, z на u… И тогда, подставив, я… Смогу добиться, чтобы в уравнении… Ну, уравнение на u, понятно, будет такого же вида… Ну, ладно… Со своими константами… И b можно убить… Маленькое… А тогда это действительно… Полином… Отношение линейного полинома… Линейной функции к полиному второго порядка… Но вот дальше уже ничего… Вот дальше уже может быть все что угодно… Ну, то есть… Ну, во-первых, здесь может быть… Во-первых, может быть… Ну, так сказать, такой… Во-первых, может быть вот такая радость… Вот… Если получилась такая радость… То это означает, что f – это что такое? Это t-t1 в степени c1 на t-t2 в степени c2… Правда? Ну… Правда… Да, правда… Правда… Вот… Что это означает? Это означает, что… Значит, функция f – большое, аналитично… Ну, нам вообще… Ну, вот дальше… Вот дальше начинаются случаи… А вот сейчас увидите, какие случаи… Мы любим константу, да? А? Я объясню, почему… От константы… Нет, нет… Мы константы, в смысле… Да, я выписываю уже… Да, я выписываю уже… Да, я выписываю уже… Линейное дифференциальное уравнение… Нет, я не понимаю вопрос… Честно… Мы… Вот это… А, окей… Вот это… Линейное дифференциальное уравнение… Да, да, все… А… Что это означает? Ну, смотрите… Значит, какие есть варианты… Ну, например, нам так… Ну, знаки, да? Значит, какие бывают… Значит, каким бывают С1 и С2, и какие у них… Ну, например, бывает так, что С1 и С2 – это целые отрицательные числа… Такое, например, бывает везение… Вот… И тогда нам очень сильно повезло… Почему? Потому что легко предъявить контуры, для которых эта штука обращается в ноль… Мы хотим, чтобы вот та штука обращается в ноль… Да… Теперь вот я хочу с этой функцией F большое, чтобы у меня обнулялась вот такая вещь… Ну, понятно, какие контуры… Да… Вот Т1… Вот Т2… Ну, вот один такой, а другой вот такой… Скачок на концах контура… Ну, потому что это внеинтегральный член… Потому что сведение уравнений на W к уравнению на F большое… Происходило с помощью интегрирования по частям… Интегрирование по частям… Интегрирование по частям есть внеинтегральный член… Вот… Теперь бывает так, что… Ну, да… Вот контуры… Вот они вот такие… Бывает так, что контуры… Значит… Ну, теперь вот что C1 и C2… Отрицательные, но… Не обязательно целые… Тогда решение… Ну, так сказать… Вот… Ну, решение… Как функцию Z при всех Z… Ну, вот когда… Ну, вот когда… C1 и C2 целые отрицательные… Решение у нас тем самым будет просто целой функцией Z… Правда? Потому что… Ну, это будет просто… Ну, потому что… Потому что здесь будет просто как… Интеграл… А здесь есть степень Z… Ну… Сначала рассмотрели случай, когда C1 и C2 целые отрицательные… И в этом случае контур очень удобно выбрать… Проходящим вокруг этих точек… Ну, потому что тогда… Ну, просто тогда… Ну, просто тогда… Ну, просто тогда… Ну, тогда, кстати, интеграл вычисляется… Вот… Ну, это будет какой-то там полином на E в степени Z… Вот… Теперь они… Теперь, если они… Теперь, если они оба не целые… То функцию F большое надо определять на плоскости с разрезом… Ну, вот… Ну, вот… Ну, вот… Пускай вот точки… Вот точки T1 и T2… Ну, что я делаю… Например, при Z… Ну, вот… Для Z в больших нулях… Решение строю так… Вот… Гамма-1… Гамма-1 будет вот такой контур… А Гамма-2 вот такой… Скачок будет 0 просто потому… Не потому, что здесь… А просто потому, что они в нуле… Сами значения в бесконечности будут 0… Из-за… Из-за E в степени Z… Т… Здесь… Будет 0 вот… Вот… Из-за этого члена… То есть, что я делаю… Я вот так провожу разрезы… Вот этих корней… Как нарисовано… И вот так устремляю… И вот так устремляю… Контуру… Сейчас… Куда вообще смысл в этом? Ну, как… Как… Мы выбираем… Знаете, какое-то уравнение… Мы сделали у него какое-то решение… Оно по определенному… Включается… Сейчас… Ну, нам никто не… Нам никто не обещал… Что решение… Что решение… Уравнение… Ну, смотрите, здесь… Уравнение, вообще-то, есть… Коэффициент при старшей производной… Который… Который, вообще-то, обращается в 0… Поэтому нам никто не обещал… Что решение будут… Аналитическими функциями… Вот… Ну, вот… Как мы с этим разбираемся… Знаете, проводим разрез… Как бы… Ну, вот у нас… У нас получается… Какая свобода выбора? Конечно… Мы хотим… У нас… Мы хотим… Мы хотим… Функцию… Ф большое… Такую, что она удовлетворяет уравнению… Ну, вот там… Мы уравнение решили, грубо говоря… Потому что никаких других возможностей нет… Поэтому уравнение можно просто… Поэтому уравнение можно просто решить… Вы можете… Короче, когда у тебя не нечего степену тебе надо разрезать плоскость, да? Да, я прям, что меня не��니다… Вот теперь тебе нужно, чтобы у тебя интеграл сошелся… Ну, когда интеграл сойдет… Наверное, когда… У тебяontability… Шобода очень маленькая… Не, не, не… Здесь… Не –не –не… Здесь не –не так… Сходимость интеграла я здесь обеспечиваю просто… Сходимость интеграла здесь обеспечивается просто экспоненткой… Эти ребята здесь ни при чем… Эти ребята здесь ни при чем… Потому что меня бы устроил любой контур, который в левой полуплоскости уходит налево. Просто потому что там есть E в степени ZT, при положительном Z, а тут какая-то просто степень. Экспонента всегда победит степень, поэтому меня бы устроил любой такой контур. Но вот незадача, вот такой контур, не тыграл по нему 0, потому что его можно отдеформировать на бесконечность. И поэтому такое решение, конечно, будет решением, но оно будет тождественным нулем. А если обойти разрезы, то решение... Ну, еще раз. У меня получилась такая вещь, что решение W, значит, это E в степени ZT, T-T1 в степени C1, на T-T2 в степени C2, DT. И вот контуры надо выбирать. Как выбирать? Любой контур в левой полуплоскости, уходящий на бесконечность, вещественная часть, T стремится к минус бесконечности, меня вообще-то устроит. Все, я забыла, у нас два уравнения, да, в смысле должно быть не 0 решение и вот... Да, да, и вот выполнено вот это условие. Значит, поэтому условие на исчезновение внеинтегрального члена мне обеспечит любой вот такой контур. Вот такой контур мне его обеспечит. Но они все будут нулями, а вот такие решения имеют... А вот интегралы по вот таким контурам имеют шансы не быть... Вот такой, кстати, тоже 0. Имеют шансы не быть нулями. Ну ладно, спасибо, я примерно догнал в итоге. А, ну хорошо. Ну, то есть сложно все. Ну, это реально не такая... Ну, это просто, так сказать, ну, 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 это как бы вот, вот, когда удается посчитать асимптотики решения дифференциального уравнения, их удается посчитать всегда вот именно так. За счет того, что удается придумать вот этот контур и вот эту функцию, а потом применить метод перевала. Ну, вот, тут как бы нет просто, ну, 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 просто сложная задача решается, поэтому не так удивительно, что она... Ну, да. Вот. Какие еще бывают возможности? Да, ну, а, соответственно, значит, я так решу при положительных z, а если я захочу решить при отрицательных z, что я должен сделать? Ну, я должен провести контуры наоборот, провести разрезы вот туда, и контуры провести вот туда. И таким образом получить... два решения. Бывают комбинации этих ситуаций, когда одно из z целое, а другое нецелое. Если z меньше нуля. Да, это если z меньше нуля, я бы тогда провожу разрезы функции f направо, и контуры, соответственно, будут огибать разрезы и уходить вот так вот направо. Не, ну, что значит z равно нулю, это решение дифференциального уравнения, мне нужно на целом промежутке его предъявлять. Если... Я проявляю... Я проявляю... Не-не-не, ну это как... Не-не-не, ну это как получится, это так... Оно может есть, может нету, может быть одно только... Проведение в точке, может быть, сложно устроено, но, по крайней мере, решение вот на положительной полуоси, решение на отрицательной полуоси, я по отдельности предъявить могу. Решение на все оси мне вообще-то не гарантировано, но я объясню примерно почему. Потому что здесь коэффициент при старшей производной обращается в ноль. Поэтому мне никто не обещает решений аналитических всюду. Если же a равно нулю, то оно такое тоже надо рассмотреть, в частности, вот уравнение a, оно такое. Ну да, там решение получается... Там в виде решения... Там решение получается целыми функциями. И там что происходит? Там происходит... Врождение. Потому что, ну вот, a равно нулю. Это значит, у меня пропало вот это. Вот. У меня может пропасть и вот это. У меня может получиться, что f' на f равно константа на t. Ну, что, собственно, что, собственно, и происходит. Вот. И поэтому ничего, так сказать, тут странно... То есть, ну да, так тоже бывает. Значит, какие еще есть... Да, значит, ну вот бывает смешанная возможность, что одно из c, ну, целое отрицательное, а другое какое-то вещественное. Ну, когда c1 и c2 нет... Да, сразу замечу, что когда c1 и c2 не целое, вот так контуры можно выбирать независимо от того, какой они имеют знак, они могут и не быть вещественными. Непонятно. Да, да, да. Так сказать, все построение, поскольку сходимость интеграла и исчезновение внеинтегрального члена обеспечивается экспонентой, совершенно неважно, как себя ведет, совершенно неважно, какая здесь стоит степень. Сейчас, ну, при c1 и c2 целых отрицательных тоже должны быть. Ну да, но при c1 и c2 целых отрицательных все-таки интеграл просто можно взять. В этом случае просто решение строится явно. А? Что мы недоразобрали? А? Что мы недоразобрали? А? Недоразобрали мы случай... Значит, да, ну вот когда я теперь начну пускать одно там целое, ну, целое отрицательное, а c2 какое угодно не целое. Ну, в этом случае один контур надо брать вокруг точки, ну, вот вокруг точки t1, а второй контур надо брать разрез вокруг точки t2. Короче, что целые положительные, что ли остались? Ну, остались, во-первых, ситуации, когда оно не вот такого вида, когда там, на самом деле, не линейный поделить на квадратных трех член, а вырождение. Во-вторых, осталась ситуация, когда c1 на t-t1 плюс c2 на t-t1 в квадрате. А, когда там корень. Да, когда там кратный корень. Осталось, осталось. А что, какая первая, какая не кратный корень? Первая, когда в знаменателе, на самом деле, стоит не квадратный трехчлен. Первая ситуация, когда в знаменателе линейная или даже вообще константа. И поэтому нужно... Значит, здесь вот так вот. Значит, ситуация, когда... Да. Ну, даже здесь, конечно, это я, так сказать, упростил картину. Потому что в примерах-то и такое тоже... По-моему, я так и придумывал для этого, для задания. Они, конечно, они, конечно, вот так лежат. Вот. А? Нет, ну, t1, t2 лежат вот так. Удобно. Удобно, да. Да, 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 да. Вот. Это-то, это-то, пожалуйста. Так. Пора закончилась. Ну, хорошо. Значит, ну, давайте я все-таки один еще случай поясню. Ну, и это случай, когда... Ну, это когда альфа... Ну, скажем, целое положительное... Ну, когда альфа натуральное. Что такое альфа? Ой, альфа. С1. 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 Ну, вот... Или не говорить. Не, не скажу. Знаете, вот не буду рассказывать. Да. Сами придумайте. Не, не скажу. Не, ну, потому что иначе вам там совсем ничего не надо будет делать. Вот. Ну, вот сообразите, как выбрать контур. Вот. Значит, в чем будет состоять задание? Задание будет состоять в том, что надо... Будет предъявлено дифференциальное уравнение. Но оно, конечно, будет не второго порядка. Потому что второго порядка мы почти полностью разобрали. Третьего, да. Ну, и не четвертого. Потому что, ну, это вот... Ну, четвертого, это вот... Это так физиков только вот... Мучают, потому что им так полагается. Вот. Ну, там просто реально сложно получается. А метод перевала, ну, там... Это просто долго. Вот. Кроме того, там еще вот есть какая вещь. Про перевальный контур. Методом перевала часто удобно... Ну, вот, поскольку получается формула с функцией с разрезом... Функция F большой получается функцией с разрезом. Удобно перевальный контур пускать на другие листы римной поверхности функции F большой. И точку перевала, в которой считается асимптотика, она часто бывает... Ну, та, которая, ну, определяет вклад, она часто бывает... Ну, вот, не на том листе, с которого мы работаем, а вот продолжение. Ну, то есть... То есть контур переваля должен быть какой-то такой. Вот... Вот листы. Вот они подклеены. Вот. И вот надо вот так вот. А потом идти... А потом идти... А потом идти сюда и вот... И идти вот сюда. Такая восьмерка. А здесь вот так. Вот. И... А точка перевала, она где-нибудь вот... Вот... Вот тут. А... Вот. И там... Ну, там, в общем, хватает чем занять. Я не понял, что это означает. Без удержанной серии так хорошо. А почему нет? Ну, почему же нет? А чего странного? Если у функции F большой есть разрез, то контур можно деформировать на римной поверхности функции F большой куда угодно. Правда? На римной поверхности. Да, можно. Вот. А чего странного, если точка... Прошу. А чего-то в таком случае странного, если точка перевала, которая определяет все... Ну, да нет. Ну, смотрите. Да нет. Ну, это прямо там же. Прямо в уравнении... Ну, я вот в этом интеграле. Там здесь поставлю. Там три вторых. Вот. Ну, собственно, и начнется. Ну, да. Ну, да. Ну, действительно. Ну, в уравне второго порядка, правда, всегда можно избежать. А в уравне третьего порядка уже нельзя. В уравне третьего порядка уже может быть действительно перевальник... Ну, точка перевала та, которая определяет асимптотику. Ну, то есть, вот... Ну, что я имею в виду та? Ну, вот здесь вот понятно. Здесь вот точка асимптотика определилась точкой минус один. Просто такой вопрос. У меня все эти пассажи про переход с одного лица на другой не все разумны, поскольку у нас сегодня все-таки, как каждый выход на воскресенье, и каждый конкретно это вот это, да? Что ты сказала? Да. Если пассажи-то перекрывал с одного лица на другой, они возможны, поскольку у нас просто какая-то кривая, которая как-то со себя идет, мы находимся на конкретном листе, да? Ну, да. Нет, ну, кривая, это, так сказать, кривая, ну, как бы, на поверхности, на поверхности, так сказать, Т. Да, ну, да, да, и она, так сказать, ну, вот куда нам надо, туда и пойдет. Просто, ну, вот, где можно, чтобы получалось решение, там она и будет. Ну, окей, ладно, я понял, все нормально. Ну, вот, вот так. Хорошо. Все. Хорошо. 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 Прими сест�, это moral. И нацик -последы. Продолжение следует...